урок проповедь на воскресенье 23 июня 2024 года тема эволюционирует ли вселенные человек за счет ядерных сил золотой текст откровение я из альфа и омега начало и конец первый и последний ответ на чтение псалтырь хвалите его все ангелы его хвалите его все воинство его хвалите его солнце и луна хвалите его все звезды света хвалите его небеса небес и воды которые превыше небес да хвалят имя господа ибо он сказал и они сделались повелел и сотворились поставил их на веки и веки дал устав который не придет хвалите господа от земли великие рыбы и все бездны огонь и град снег и туман бурный ветер исполняющий слова его цари земные все народы князья и все судьи земные юноши и девицы старцы отроки дохвалят имя господа ибо имя его единого превознесено слава вы на земле и на небесах урок проповедь из библии от иоанна вначале было слово и слово было у бога и слово было бога оно было вначале у бога все через него начало быть и без него ничто не начало быть что начало быть третье царство по прошествии многих дней было слово господня кили и в третий год пойди покажись ахалу когда ахав увидел илью то сказал ахал им ты ли это смущающий израиля и сказал или я не я смущаю израиля а ты и дом отца твоего тем что и презрели повеление господни идете вслед в алаам теперь пошли и собери ко мне всего израиля на гору кормил и четыреста пятьдесят пророков валовых питающихся от стола и изавели и послал ахал ко всем сынам израилем и собрал всех пророков на гору кормил и подошел ли я ко всему народу и сказал долго ли вам хромать на оба колена если господь есть бог то последуйте ему а если вал то ему последуйте и не отвечал народ ему ни слова и сказал ли я народу я один остался пророк господин а пророка валовых четыреста пятьдесят человек тогда я сказал всему народу подойдите ко мне и подошел весь народ к нему он восстановил разрушенный жертвенник господин и построил из камней жертвенник во имя господа и сделал вокруг жертвенника ров и положил дрова на жертвенник и рассек тельца и возложила его на дрова и сказал наполните четыре ведра воды и выливайте на все сжигаем ую жертву и на дрова и сделали так потом сказал повторите и они повторили и сказал сделайте тоже в третий раз и сделали в третий раз и вода полилась вокруг жертвенника и ровно полнился водою во время приношения вечерней жертвы подошел илья пророк и возвал на небо и сказал господи божий авраамов исакова израилев услышь меня господи услышь меня ныне в огне да познает все день люди сии что ты один бог в израиле и что я раб твой и сделал все по слову твоему услышь меня господи услышь меня да познает народ сей что ты господи бог и ты обратишь сердце их к тебе и не спал огонь господи не пожрал все сожжение и дрова и камни и прах и поглотил воду которая во рве увидел все это народ пал на лицо свое и сказал господи есть бог господи есть бог и сказал эмилия схватите пророка валовы чтобы ни один из них не укрылся и послала изавель посланца кили сказать если ты или я а я изавель то пусть то это сделает мне боги еще больше сделать если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душею того что сделано с душею каждого из них увидев в этом стал и пошел чтобы спасти жизнь свою и пришел версавию сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе и сказал довольна уже господи возьми душу мою ибо я не лучше отцов моих и лег и заснул под можжевеловым кустом и вот ангел коснулся его и сказал ему встань ешь и пей и взглянул ли я и вот у изголовья печеной лепешкой кувшин воды он поел напился опять заснул и и возвратился ангел господин во второй раз коснулся высказал он встань ешь и пей ибо дальняя дорога пред тобою и встал он поел и напился и подкрепившись той пищу шел сорок дней и сорок ночей до горы божий харива и вошел он там в пещеру и ночевал и и вот было к нему слово господне и сказал ему господь что ты здесь или я он сказал возревновал я господи боге саваофе ибо сыны израилевы оставили завет твой разрушили твои жертвенники и пророков твоих убили мечом остался я один но и моей души ищут чтобы отнять ее и сказал выйди и стань на горе перед лицом господним и вот господь пройдет и большой и сильный ветер раздирающий горы и сокрушающий скалы перед господом но не в ветре господь после ветра землетрясение но не в землетрясение господь после землетрясение огонь но не в огне господь после огня веяние тихого ветра и там был господь салтырь познайте что господь есть бог что он сотворил нас и мы его его народы и Саваофс и паства его, к римлянам, притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Исайя. Склятываю, говорит Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится. Ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? Рука его простерта, и кто отвратит ее? Амос. Ибо вот он, который образует горы и творит ветер, и объявляет человеку на мере него, утренний свет обращает в мрак и шествует превыше земли. Господь Бог Саваоф, имя ему. Из учебника Целителя. Наука и здоровье. Написано Целительницей и Пророком. Мэри Беккер Эдди. Вначале Бог сотворил человека по своему Божьему под образу. Творец, дух, разум, рассудок, животворящий божественный принцип всего, что реально и хорошо. Самосуществующая жизнь истинный любовь. То, что совершенно и вечно. Противоположность материи и злу, которые не имеют принципа. Бог, который создал все, что сотворено, и не мог создать ни атомов, ни элементов, противоположных себе. Дух есть жизнь. Постоянная первооснова всего существующего. Мы ходим по силам. Устраните их, и мироздание рухнет. Человеческое знание называет их силами материи, но божественная наука объявляет, что они всецело принадлежат божественному разуму, присущему этому разуму, и таким образом восстанавливает их в их законных правах. Возможно, что впечатления от истины были так же явственны и воспринимались как звук древними пророками, пока человеческое знание не погрузилось в глубины ложного понимания вещей, в верование в материальное начало, которое исключает единый разум, истинный источник бытия. Пять физических чувств – это пути и инструменты человеческого заблуждения, а они аналогичны заблуждению. Эти чувства представляет общечевоческое верование, что жизнь, субстанция и ум являются гармонией материи и духа. Это пантеизм, который заключает в себе семя всякого заблуждения. Познание добра и зла На старых библейских гравюрах мы видим змея, обившуюся вокруг дерева познания и говорящего с Адамом и Евой. Это изображение змея, прельщающего наших прародителей познанием добра и зла, познанием, обретаемым от материи или зла, а не от духа. Передача мыслей Жизнь и человек происходят от Бога. В христианской науке человек не может причинять вред, так как научные мысли – это истинные мысли, идущие от Бога к человеку. Мы познаем его не материально, а духовно, как божественный разум, как жизнь и истинную любовь. Мы будем повиноваться и поклоняться ему по мере того, как будем постигать его божественную натуру и любить его с пониманием, не споря больше относительно телесности, а радуясь изобилию Бога нашего. Тогда религия будет религией сердца, а не головы. Человечество перестанет быть тираническим и нетерпимым из-за отсутствия любви, отцеживая из питья своего комара, а верблюда проглатывая. Истинное поклонение Мы поклоняемся духовно только тогда, когда перестаем поклоняться материально. Духовная преданность и благочестивость – это душа христианства. В христианской науке мы узнаем, что всякий разлад смертного ума или тела – это иллюзия, не обладающая ни реальностью, ни подлинностью, хотя и кажется реальной и подлинной. Христос – идеальная истина Наука разума устраняет всякое зло. Истина – Бог не является творцом заблуждения. Бог христианской науки – это всеобъемлющая, вечная, божественная любовь, не изменяющаяся, не причиняющая ни зла, ни болезни, ни смерти. Духовное дитя Духовные факты и материальные представления обо всем существующем противоречивы, но духовная истина, следовательно, материальная, должно быть неистинным. Жизнь не находится в материи, поэтому нельзя сказать о ней, что она покидает материю. Материя и смерть – смертные иллюзии. Дух и все духовное – вот что реально и вечно. Человек – это дитя не плоти, а духа, жизни, а не материи. Так как жизнь есть Бог, то жизнь должна быть вечной, самосуществующей. Жизнь – это вечно сущный Я-Есмь, сущность, которая была и есть и будет, которую ничто не может уничтожить. Устремленные ввысь желанию В восприятии смертного ума Вселенная состоит из жидких, твердых и газообразных состояний вещества. Духовные истолкованные горы и скалы символизируют важные, стабильные и надежные идеи. Животный и смертный человек метафорически представляют собой степень развития смертной мысли, поднимающейся по ступеням мудрости, принимая форму мужского, женского или среднего рода. Птицы, летающие над землей по небесной глади, соответствуют стремлениям, парящим над телесностью, поднимаясь к пониманию бесплотного, божественного принципа любви. Невозможное соединение Разум – великий творец, и не может быть никакой иной силы, кроме той, которая исходит от разума. Если разум был первым хронологически, является первым теоретически и должен быть первым вечно, то признайте за разумом славу, величие, власть и силу, которые во все века должны принадлежать его святому имени. Человеческая сила слепа Заблуждающаяся сила – это материальное верование, слепая сила, неправильно именуемая силой. Отпрыск силы воли, а не мудрости, смертного ума, а не бессмертного разума. Это бушующий поток, всепожирающее пламя, дыхание бури. Это молния и ураган, все, что эгоистично, порочно, нечестно и нечисто. Единственная реальная сила Моральное и духовное могущество принадлежит Духу, который собрал ветер в пригоршне своей. И это учение согласуется с наукой и гармонией. В науке вы не можете иметь силы, противодействующие Богу, а физические чувства должны отказаться от своих ложных свидетельств. Ваше благотворное влияние зависит от веса, который вы кладете на правильную чашу весов. Добро, которое вы делаете и воплощаете, дает вам достичь уникальной силы. Зло не является силой. Это пародия на силу, которая быстро раскрывает свою слабость и падает, чтобы никогда больше не подняться. Вся реальность находится в Боге и его творении, гармоничном и вечном. То, что он творит, хорошо, а он творит все, что сотворено. Когда мы изучим путь в христианской науке и познаем духовное бытие человека, мы увидим и поймем все великолепие Божьего творения, земли, неба и человека. Аминь, аминь и аминь. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать новые видео. Для этого нажмите на кнопку «Подписаться» под этим видео. После того, как вы нажали «Подписаться», нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на электронную почту. Выберите «Получать все уведомления» и нажмите кнопку «Сохранить». Спасибо за поддержку.